Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта». Это я, ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня в заключительную мою программу этого года ко мне пришел прекрасный гость, которого я ужасно рада видеть. Уэрс Рубинис. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за приглашение. Я хочу с тобой сегодня поговорить в целом о том, чем стал этот год, на твой взгляд. Потому что ты все-таки сейчас возглавляешь Союз театральных деятелей Латвии. И мне кажется, у тебя информация такая полноценная про все, что происходит в Латвии. Ты и смотришь, наверное, какие-то спектакли, и получаешь информацию от разных театров. И не только от каких-то государственных театров, и от независимых, от актеров, и все. Вот я очень хочу с тобой об этом поговорить сегодня. Ну так, в целом, да, вот какое у тебя ощущение от этого года? Потому что год непростой очень. И, ну, первый, знаешь, какой вопрос я всем задаю? Почему театр в твоей жизни? Ну, театр... В моей жизни это очень субъективно, потому что я когда-то после средней школы пытался поступать в театральный факультет. И меня не взяли. Арнольд Лынынч, тогда очень известный режиссер, Сайна Айматейса, которую я очень уважаю и люблю, не взяли меня. Потому что... И почему? Потому что я... У меня у мамы подруга была актриса национального театра, Хелена Романова, и поскольку я был с пушистыми, черными волосами, длинными и так далее, она мне заставила, да не заставила, помогла выучить монолог Хлистакова. И я в стиле национального театра со всем выражением, со всем лицом, всё это прочитала это. А тот год... Ну, Дайлас театр всегда брал как будто очень чистых людей из белого листа. Во-первых, они брали из киноактерской студии, во-вторых, они брали вот этих как-то со стороны очень чистых людей. И меня пропустили до колыквиума, я этот колыквиум сдал, но потом меня не взяли. А потом режиссёр Даллас театра, Арнольд Линенч, когда я начал работать на телевидении, две такие интересные вещи. Он своим студентам сказал, которые тогда поступили, он сказал, вот это моё самое лучшее, самое лучшее дело в моей жизни, то, что я ОСО не взял, потому что смотрите, что он делает на телевидении. Лобака, программа, всё это было. Это такой смех. И второе, то, что он позвонил мне, когда я начал работать, очень сильно живём, всё работал, он позвонил мне, сказал, у тебя надо поставить твою речь нормальную. Он раз в неделю целый год задаром пригласил меня. Это была компенсация его такая. И он как-то на меня вот так, мы смеялись с Айной Матой, что он сделал. И целый час, каждую неделю он со мной работал именно речью, как преподавать информацию. Так что с театром меня, когда вот министр культуры Хеллена пригласил, очень сопротивлялся к театру, потому что я был в журналистике. Ну, слушай, у тебя вся жизнь в журналистике. Ты же был звездой. Ну, было, всё было. Этот период как бы перемен, когда вот 90-е, 80-е, 90-е, ведь твоя программа, она, собственно, формировала. Это как все вспоминают, что там было этих любимого Политковского. А взгляд или взгляд программы, да? Ты так понимаешь, что так и ты был, молодой журналист. Так было, да. У нас даже закрывали театры. По воскресеньям не стоило играть в спектакли, потому что никто не ходил. Все смотрели вашу программу. Да, вот такого объёма, такого рейтинга, я думаю, что никогда уже не будет. Но это такое время было. Мы были в такое время, в такое положение. Так что... Слушай, ну, вот просто когда об этом думаешь, я потом с тобой об этом ещё отдельно поговорю. Я очень хочу сделать интервью, потому что мне очень интересен этот период. Я сейчас так или иначе как-то начала им заниматься, начала вспоминать, что-то читать, писать. Мне кажется, это ужасно интересная тема для разговора. Это интересная тема, да. Да. И это одна из моих... Эти года у меня самые лучшие, я думаю, в моей жизни, потому что такого повторить уже невозможно. Ну, это же как окна открыли, и свежий воздух начался. Окна открыли, и поняли, что и как, и как жить должно быть. То, что мы не живём сейчас, как должно быть, это другое дело. Ну, да, ну, слушай, но человечество всё равно ошибки свои повторяет, ну, просто уже не в таком... Тот момент был очень, да, я очень рад. То, что вот... Я думаю, то, что вот... Если мы уже немножко о политике, то, что я вот сказал, даже когда была встреча, их ещё не закрыли, дождю, и я Синдееве сказал, что, дорогие друзья, вы должны думать немножко иначе, потому что мне к вам вопрос, потому что вот 30 лет... Вот сейчас вы ноете, что вот что-то произошло, а что вы 30 лет делали, чтобы этого не было, понимаете? Ну, это другая тема, конечно. Нет, мне кажется, как раз эта тема очень важна. И она сейчас... То, что она вообще появилась, и то, что она обсуждается, для меня, например, очень важно. Она болезненно очень обсуждается. Но я почему говорю, возвращаясь к 90-м, что мне кажется, мы сейчас можем туда смотреть и понимать, что мы тогда не доделали, не договорили, почему этого не случилось совсем. Почему это вернулось опять? Ну, это две разные вещи, Женя, потому что одно то, что не случилось, может быть, в прибалтийских странах, и конкретно в Латвии, и другое дело России. Потому что я думаю, что по-большому, по-большому, все-таки прибалтийские страны, несмотря ни на что, на всякие проблемы, там и национальные, и экономические проблемы, и развитие проблемы, и проблемы в культуре, и религиозные языка, и всякие проблемы, это бывает в каждой стране. Но то, что это все-таки мы вышли, и мы все-таки продвигаемся, несмотря как, медленно, медленно, но все равно. А то, что в России, это отдельный разговор, я думаю, что это просто, вот, вот мое такое ощущение, потому что я очень много работал с Россией, как ты знаешь, мой любимый друг, и режиссер Кирилл Серебренников, и я ездил, смотрел спектакли, и так далее, то, что в России очень, никогда в Прибалтике, даже в советское время, и сейчас тоже, несмотря на всякие проблемы, нищеты, или очень богатых людей, не было вот такого разрыва между классами, такого разрыва не было. мы как-то все довольно вот, мидл-класс, такой средний класс, довольно вот все, которые живем. Ну да, и все понимают, как жить с ним. А в России, вот я помню, мы ездили в гастроли с Питера до Москвы, на поезде, эти четыре часа, выезжая с 20 километров от Питера, начинается рухлядь. Другая страна. Ужасно. Доезжая до Москвы, вот все эти четыре часа ужасно, а потом доезжая до Москвы, полчаса до Москвы. И опять другая жизнь. Да, и Москва, Питер, они почувствовали, что они могут зарабатывать деньги и жить хорошо. Им казалось, что все это хорошо, мы в Москве, мы в шоколаде живем. И возвращаясь к дождю, мне кажется, проблема дождя именно в том, что он столичный канал. Да, да. Есть это, знаешь, что все-таки, конечно, страна-то другая. И когда вот есть обобщение, просто надо понимать, какая-то огромная страна, и в которой просто реально 300 километров от Москвы, ты попадаешь в другой мир. Попадаешь просто в другой мир. И они очень хорошие журналисты. Да, они очень классные. Молодцы. И то, что они сделали, и так далее. Но то, что они не поняли, что приезжая сюда, и когда дали им, в общем-то, дом, что немножко надо переключить свое мышление и все-таки думать, вот что я хочу от этого дальше. Хорошо, я жил. Вот, например, Чулпан, у меня большое уважение. Хорошо были проблемы. Мы знаем, почему она так делала. Но она как будто, дай бог, что у нее там все стояло в голове нормально, чтобы не переключило что-то. Я желаю. Но она все-таки переключила. Очень много людей переключили. А даже немножко казалось, что они приезжают, и они так же будет работать. А система отношений, все это другое, мышление, надо было переключить, если ты хочешь быть современным человеком, и хочешь ты все-таки быть человеком, который... Да, частью. Защищаешь демократию, свободу. Ну, там очень большие вот такие проблемы. Мне очень жалко, что закрыли. Я из тех, кто... Да, да, но не закрыли, все-таки они работают. Да, хоть онлайн просто. Но то, что они могли, они могли сделать. То, что я сказал, встречи там, даже в кинотеатре, когда премьер-фильме, я с Индией сказал, что вы должны работать не только на российской аудитории, которая по сравнению, как будто смотрят вас. Ну, тоже не очень-то много из этих миллионов. Но вы должны работать на ту аудиторию, где вы сейчас живете. И переубеждать и латышей, как надо немножко, может быть, по-другому мыслить. А самое главное, вот переубеждать тех людей, которые даже до сих пор еще не включились в наши сайты. Да, это же очень тяжелый вопрос. Я думаю, что это большая проблема. Да, это очень большой вопрос. Да. Ну, вернемся к театру. Конечно. Ты вначале... Когда мы плавно перешли политику, ну, ты сам попросил это отступление. То есть твоя журналистская деятельность была связана с театром какими-то дружескими. Просто люди в Латвии очень маленькие общества, всех знают и так далее. И, я так понимаю, 2006 год, когда ты пришел к национальной. В мае, мае... И это была необходимость каких-то изменений театра, я так понимаю. Ну, было так, что там, в общем-то, о прошлом плохом я никогда не говорю. Но надо было... Ну, у всех театров есть вот эти кусочки. Да, да. И надо было как-то... То, что надеялись все, что надо было немножко создавать другое мышление. И мне, конечно, казалось, поскольку я всех там знал в театре, ну, в основном актеров и так далее, что это будет очень легко. Что я приду и так переверну и сделаю. А очень такой... У меня очень любимый артист Улдис Думбис, который знает не только латышко, но и русская аудитория, сказал ОЭРС. И мы дружили, и он сказал ОЭРС, тихенько, спокойно. Здесь свои законы, своя семья и так далее. Я понял, что я не могу вот таким образом сразу, вот как радиостанции, приключить на болтком, на СВХ, например. Невозможно. Надо плавно как-то... Ну, СВХ же тоже твоя история. Да-да, надо как-то всё это переходить вот как-то. Но это было очень сложно. Это было очень сложно. И для меня... Но ты хотел разогнаться, и оказалось, что это... Очень быстро. Очень быстро. Да. Я хотел разогнаться. Но я говорил, тогда ещё жив был Альфред Яуншанс, который создавал очень много в театре. Эдмундс Фрейберг был в театре. Я из тех людей, которые... У меня есть своё мнение, очень жёсткое иногда, но я из тех людей, которые... Я люблю и слушать, и от этого чего-то брать. И при том, у меня уже не было там 30 или 40 лет. У меня уже было 50 лет, и я как-то это самое уже... Воспринимал это как новый опыт какой-то. Да, новый опыт, новое размышление. Новый опыт, в котором тебе, в общем, доказывать особо ничего не нужно, потому что... Нужно было. Нет, ты был всё равно состоявшейся уже фигурой. Да, но мне для себя... И руководителем. Ну, знаешь, но всё равно, когда ты берёшь новое дело... Ну, это круто же. И тебе надо всё равно заново... Это вот в сравнении с театром то же самое, что актёры говорят, что когда ты берёшь новую роль, у тебя бывшее всё это... Обнуляется. Да, обнуляется. И если ты не сделал новую роль, то о бывшем будет говорить, ну, он там как-то сыграл, там какое-то... Да, было дело когда-то. Было дело и так далее. А мне... Я такой человек, когда если я берусь, то я берусь за дело. Если нет, то лучше я буду сидеть, читать и пить водку. Ну, не водку. Не люблю водку, но коньяк, конечно. Хорошо. 2006, 2007, 2008 и в 2010 весной у тебя премьера Серебренникова. «Мёртвые души». Да, «Мёртвые души». Ну, это же был длинный заход, я так понимаю. Длинный заход с ним. Да. Потому что, ну, как это случилось, я поехал на «Золотую маску», я посмотрел, по-моему, «Лес» и «Господа Головлёва», я видел. Ну, это как раз 2006 год. Да, вот эти... Да, мне очень понравилось. И я даже сидел... Я помню, мы смотрели какой-то отвратительный спектакль «Фоменко», между прочим, который был длинный, что-то там такое. И сидели в театре «Калягина», где эти стулья, всё это я всё разглядывал. И Кирилл сидел так. И я... Мне сказали, ну, вот это Кирилл Серебренников. Да, я до этого там основе знал некоторые спектакли. Я не подошёл к нему. Я приехал в Ригу, и это самое... Ну, я думал, ну, что-то может быть мне всем... Что-то мне вот понравилось. Он сидел так, как он смотрел, потом заснул, потом он опять смотрел. Ну, в общем-то, не было... Я люблю «Фоменко», но это не было. Даже не помню, что он там показывал. Ну, вот. И я попросил у Хенри этой Верхоустинской, есть ли у тебя телефон, может быть, потому что она какой-то маленький интервент. Да, есть. Я позвонил. А он ответил. Я говорю, здесь, ну, вот такой, с Рига национальный театр, да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте, может быть, встретимся, если возникли. И я понял, что у него никакого интереса нет. Абсолютно. Слушай, ну, я тебе возражу. Никакого. Я тебе возражу. Извини. 2006 год весна. Я на фестивале НЭТ. Мы делали специальный проект. Мы думали, что он будет обменный. Мы возили Херманиса в Москву со спектаклями «Лёд и долгая жизнь». Это был конец апреля, начало мая. И в ответ мы должны были привезти голую пионерку и ещё что-то. Да. И я даже привозила Колю Симонова. Сюда мы смотрели разные площадки. Но в результате это всё не получилось, потому что хватило денег только на поездку Херманиса. И привозить спектакль, Жень, он был готов. Да. Но работать, потому что он за границей никогда не работал. Первая заграничная постановка была у нас. Но в Ригу он хотел. Да. И я ему позвонил. Да, да, да. Ну, если вам так надо, ну, давайте завтра у меня в два часа заканчиваете репетиции, давай два часа у МХАТа. А я в Риге сижу. Да хорошо, что у меня виза была. Я сел на самолёт. На следующий... Это было в три часа мы говорили. И на следующий день я сел на самолёт, я полетел, и это самое... Мы стоим в МХАТа. Он не выходит, конечно. Я ему звоню, он не отвечает. Потом этот сторож, я говорю, ну, он в театре? Да, он в театре. Ну, может быть, скажите ему, что там человек живёт. Он выходит. А, да, а как вы там? А, а... Даже он не понял. Я в Москве, в Питере, где? В Берлине, где я нахожусь. Мы зашли там на кафе напротив, и я вижу, что он что-то там мне предлагает. У него там 20 минут, он предлагает что-то у меня там ставить евредику и что-то из этих, думая про Ригу. Я говорю, а может, вы не стали никогда? Мне было интересно «Мёртвые души». И в этот момент, знаешь, как было... Включился. Включился. Он говорит, «Мёртвые души? Я давно хочу это...» Да, договорились. Всё. И вот в этот момент мы договорились. Потом мы работали, по-моему, там, полтора года всё время переговоры, чтобы он меня понял, что я хочу, чтобы я его понял и так далее, и так далее. Но вот и создался «Мёртвые души» спектакль, который, я думаю, что один из... Вот это был... Знаешь, это было... Это было... Да, вот это было переключение национального театра. Мишление, что можно и так. Даже мне вот старые люди, которые всё время ходили, всю свою жизнь на абонементы, даже те люди сказали, что да, вот этот спектакль, что-то вот такое. Ну, и мы получили гран-при и всё остальное в этот год. Ну, слушай, но у этого спектакля случилась потом другая жизнь уже в Гогольцентре. Другая жизнь, за что я очень в обиде, потому что мы очень хотели поехать в Авеньон, нас не взяли, потому что какая-то Рига, какой-то национальный театр. Сама ты знаешь, как в фестивалях про национальных театров. А когда Кирилл сделал спектакль в Гогольцентре, его сразу в зале в Авеньон. Вот это и то, что я говорю про дождь и про мышление, понимаешь? Не только в России, это мышление и в мире. Везде. Потому что, да, везде. Ну, слушай, я была в этом году в Зальцбурге, была премьера там спектакля с участием Миши Дурненкова, он писал часть спектакля, Яна Рос, литовская такая, режиссёр, она сделала большой спектакль в коллаборации между Цурихом и Зальцбургом. И мы потом сидели, разговаривали с представителями драматургии Германии, там был куратор и исполнительный директор драматической программы. Мы сидели, разговаривали, я стала им рассказывать про Латвию, и они говорят, боже, у вас там какая жизнь интересная, мы даже ничего об этом не знаем. И мне показалось, что это вообще очень важная тема рассказывать и объяснять, что происходит. И как-то войти в эту систему. Мы не в этой системе. Это для меня вот сейчас большая боль. То, что я питаюсь как-то думать, как вот с этим делать, потому что, чтобы знали, чтобы, в общем-то, знали. Что есть такой Пётр Иванович Дубчевский. Что есть, да. Что, в общем, есть такой, да. Гоголя вспомнил. Абсолютно, скажи мне, пожалуйста, ну, это были счастливые годы твои в Национальном театре. И Кирилл мне, между прочим, то, чтобы закончить об этом, Кирилл мне перестраивал мышление о театре. Что театр не только произвести там на сцене, сделать спектакли, в общем-то, пьеси и так далее, и так далее, и так далее. Это он мне как-то включил другое мышление. Зачем этот театр? Если ты мне спрашиваешь, почему я люблю театр, потому что я люблю это живое соприкосновение. И особенно я начал любить малые залы, потому что я сижу, и я, ну, я своим опытом сейчас, просто, ты знаешь, в большой сцене ты сама знаешь, очень хорошо можно соврать, да. Если ты хороший актёр, ты можешь этого зрителя вот так обмануть, что он просто, а в малом зале это очень трудно. И я просто вижу... И там любой фальш видна. Да, да. И я просто вижу, умею уже различать, когда актёр очень профессионально делает своё ремесло, но другое дело, когда он делает ремесло и с сердцами, умом, и всё это вот как свою, не профессию только, но свою жизнь представляет. Вот это очень интересно. Я очень люблю кино и арт и всё остальное в художественном мире, но театр как-то, он создаёт вот это ощущение. Но это очень редко. Ощущение разговора лично с тобой. Да, но это очень редко. Это очень редко. Это когда хороший театр. Да, да. Ну, слушай, и когда мы ходим на выставки, мы же тоже не задерживаемся около каждой картины. Конечно. Около каждого объекта. Что-то попадает в нас, да, мне когда-то сказал же, Норман Науменс, мы ночами там говорили, критика там уже на том свете. К сожалению, он мне позвонил как-то, я уже каких-то три года отработал, начал вот театр поднимался, и всё, он мне позвонил, говорит, ты знаешь, вот для меня вот так, если у тебя в сезоне есть один хороший спектакль, ты уже может быть горд. Если у тебя два хороших спектакля, ну, ты уже гений. А если один из них, прямо вот такой, который вот захватывает, ну, то вовсе, понимаешь? И я из этого как-то выбрал себе, что не надо волноваться за то, что очень много... За весь репертуар. Ну, надо. Ну, актёрам-то надо работать. Но есть другое дело. Есть в театре другое дело. Не опустить... Извини, а он не сказал себе, что если у тебя четыре великолепных, задумайся. Тогда задумайся. Ну, это ты вот сейчас говоришь. Я бы сказала так. Но то, что я думаю, что очень важно не опустить это, как на русском языке, планочка, да? Вот не опустить планку. Даже если у тебя не спектакль, который тебе самому, вот надо понять, как не упустить планку. Ну, слушай, помимо содержания есть ещё уровень профессии. Да? Помимо того, что это может быть, ну, как бы сказать, ну, и даже если мы вспомним того же Кирилла, я всё время думала о том, что у него есть такие спектакли, где он что-то нащупывает, нащупывает, и это ещё не идеально, но потом это выстреливает. Ну, ты не можешь постоянно делать идеальные вещи. Абсолютно. Это нормально. Абсолютно. Но при этом, если ты не делаешь, ты теряешь навыки. Поэтому, конечно, в театре должны быть спектакли, которые просто разговаривают со зрителем на каком-то понятном языке, поднимают какие-то важные темы. Опять-таки, как мы, ты правильно сказал, актёры должны работать. Они не могут сидеть и ждать, когда появится, кто-то гениальный сделает с ними, что-то гениальное. Они не смогут этого сделать, если они не будут работать. Абсолютно хорошо. Например, если мы смотрим, если есть время, у меня нет времени, у тебя побольше, может быть, ты побольше просто знаешь об этом, поскольку ты критик тоже. Ну, например, смотри Вилсона, да? У него же спектакли, если вот ты так едешься, смотришь, как будто что-то очень одинаковое. В одном спектакле это цвет и всё это. Но ты понимаешь, как он над этим работает, чтобы это было вот... И какой-то тренинг для всех, кто включён. Иногда вот это... Думаешь, опять он это сделал. Опять. Что-то не делать, что-то новое. А зачем? Может, не надо новое? Может, надо дорабатывать это для такого... Довладить до совершенства. Да. Вот разные мышления. Да, ну вот я сейчас как раз рассказывала про спектакль в Каунасе, который стоит поехать, конечно, посмотреть. Он поставил... Это двойная, опять-таки, работа. Он сделал в Дюссельдорфе проект. Дорианс. Ну, Дориан, да, в Дюссельдорфе и потом сделал в Каунасе через несколько месяцев. Стойте хоть, да. Да. Там сет один, история одна, но при этом, например, в Дюссельдорфе обе роли играет один артист, а в Каунасе двое. А, интересно. Он выбрал еще молодого человека, который играет второй ипостаси. Этот прекрасный, вообще-то совершенно потрясающий актер молодой в Каунасе. Я просто смотрела и думаю, господи, он так похож на Уилсона, только, ну, как бы молодого, как будто бы Уилсона. Да, да, да. Он даже вне... Он так его точно показывает, невероятно. Очень было мне интересно за этим наблюдать, как он это сделал и как, представляешь, для Каунаса поработать с таким качеством театра. Вернемся к вопросу, который я хотела тебе задать. У тебя полное ощущение от этого сезона какое? Вот мы не будем говорить. Мы просто вот скажем, что театров на самом деле ведь в Латвии много. Это не только Рига, это еще Валмира, Липая, Даугавпилс, Резекне, независимые театры в Латвии существуют. Вот у тебя какое ощущение от этого сезона? Ну, ну это, я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что как смотреть, если сезон брать вот так, качественный или не качественный, да, он качественный. Если он средний или планка повышается, то он средний. Но этому же есть причины, да? Мы понимаем, что было два года. Нет? Нет, ты не считаешь так? Нет, я не считаю, потому что наоборот. Я думаю, наоборот, потому что если умные люди были за два года, можно было сделать... Подготовить. Подготовить такое, что просто была бомба. И этому, вот в этом среднем сезоне две вещи, которые я бы хотел поощрять или сказать, что это действительно. Одна, конечно, это Валмирский театр. Потому что нет в таком смысле, чтобы там была вот что-то такая бомба, чтобы... Ну вот это обязательно надо и так далее. При этом на ремонте, при этом малый зал, они очень в плохих обстановке, как работать и так далее. Но есть такие определенные вещи, которые доказывают, что театр очень-очень стабильный. И в этой ситуации, когда вот такая ситуация, где нет ни большого зала, ничего, что время надо выезжать повсюду, по Латвии и так далее. Он очень стабильный. У него, у Валмирского театра Эвита сделала Снедзе, директор театра, директор театра сделал очень стабильный, хороший репертуар. Ну то есть мы можем сказать, что там управление... Качественное. И плюс еще труп поддержатся, я так понимаю. И молодые пришли. Очень сложная ситуация для руководителя. Молодые пришли, старая труппа, молодые, все ввести, при том зала своего нет и так далее. Но каждый спектакль... И плюс ремонт тянуть еще пролезь. Да, каждый спектакль на уровне выше среднего. Вот это самое главное, что театр очень стабильный. Это доказывает. Это меня очень радует. Поэтому не зря они в этом году во всех номинациях были. Да, во всех номинациях, больше всех номинаций и так далее. При том очень хорошие актерские работы. Выиграла Чулпан, но я думаю, что вот Эллина Ванна была прелесть. Она же получила ЛСМ приз. Да, да, да. Она получила приз зрителей. Она в спектакле «Кто боится Вирджина и Волф» прямо прелесть. Вот три часа работы на сцене, без отдыха, как она это делает. И в этом спектакле я почувствовал, что она не только мастер своего дела, вот то, что я сказал, что она из себя дает и что у нее все работает, тело, мышление, так что Волмирский театр для меня очень хорошее ощущение. Второе, но все это в театрах, я говорю, вот как-то вот очень средняя такая планочка. То, что можно сказать, что действительно, это, конечно, Ротко. Но, но, там большое но. То, что Ротко для Латвии... это спектакль в Далес театре, который выпустили весной этого года с польской командой постановочной, да. И который получил приз большой, большой сценой и так далее, очень много номинаций и так далее. Ротко для нашей публики и для большого зала Далес театра, конечно, это ступень вверх. Но для меня это очень хороший спектакль. Почему? Потому что я вижу, как Творковский, от чего он брал, какое у него мышление. Это я вижу, потому что я очень много видел. Потому что Варлиховский, польский режиссер, делал это уже 10 лет назад. Потому что это Март Таллер, Талхемер, ну, все они, вот они все работают. Немецкий, польский театр. Польский театр, современный вид, это стиль немножко польского театра, который сделали. Мне понравилось, мне понравилось. То, что мне была проблема, мне нигде не задело. Вот в Алмирском театре Вирджини Ул не задело сердце и так далее. А там мне не задело. Все это было классно. Там были шоу, там были очень хорошие моменты, там были интимность с экраном, все это сделано и так далее. То есть там есть сочетание и шоу, и тонких каких-то дуэтов. Из 10 баллов в 9,5, конечно, это была ступень. Это большая проблема, конечно, для Даллас театра, где идти дальше. Сейчас я не видел Иуда, но говорят, что очень хороший спектакль. Иуда? Да. Что очень хороший спектакль. Так что вот по сравнению. Это полночное шоу с Иудой и Скариотой, я так скажу, про что мы говорим. Я еще не видел, мне вот сказали. Режиссер Мартин Шейхер. Ну, в общем-то, средний театр. То, что меня немножко, о чем я думаю, мне, да, в Лепайском театре хорошие вещи происходят, но они выходят такими взрывами, такими. Братья Гримми, Элмара Синькова, вдруг что-то такое. Потом немножко падение опять. Потом опять какой-то взрыв. Но Харберт Лаукстен, директор театра, сам актер и режиссер, он понимает то, что он делает. Но он понимает, для кого и как он работает. Все-таки это небольшой город, это не Рига. Конечно, проблема, потому что аудитория там просит более спокойные спектакли, более сдержанные. И при этом он позволяет себе. Но он себе позволяет. Так что я рад за него. Да, я вот сейчас смотрела «Королеву красоты», которую они там сделали. И я обратила внимание, это была не премьерная публика, это был обычный полный зал. И этот, ну для меня, когда человек, который следит за театром, довольно старомодный стиль постановки. Диленджерс. Да. Но он честно сделал этот спектакль, абсолютно. Это просто очень честный, но при этом очень 90-е такие, знаешь, там прочитываются. Но об этом мы можем говорить. Да. Вот надо говорить, что нам нужно. Но люди реагируют очень живо. И хорошо. И очень отзываются, откликаются. Я понимаю, что массовая аудитория, она вот как бы добирается потихонечку к каким-то, какому-то и тому театральному языку, который ей понятен, который для нас, вот для специалистов, может быть, уже выглядит там типа устаревший. Но при этом честные актерские работы, отличные, очень хорошие, честное высказывание, даже там придумано что-то, понимаешь. Я не совсем согласна, возможно, отсюда из нынешнего дня. Но говорю, что был полный зал, и публика была счастлива, и люди расходились, и разговаривали. Но об этом мы, понимаешь, можем говорить, потому что вот, ну как, ну что нам, мы маленькая страна, у нас аудитория, в общем-то, на культурные мероприятия ходят где-то 50-60 тысяч человек, не больше. Давайте за них поборемся еще. и мы боремся все время за это. И мы очень мало думаем о том, как привлечь еще больше и больше аудитории. Да, да. Это большая проблема. Исходя из этого, вот то, что мы должны делать, и то, что я пытался сделать, я пытался сделать, в общем-то, делать нормальные, как будто спектакли, и так нормальные, 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 и так вдруг какая-то там ракета. Бум! Ну, которая говорит вдруг на другом языке с тобой. Да. И притом я делал очень много ошибок. У меня, например, Вестеркариш делал очень хорошие спектакли, и люди не поняли. Не поняли. Ну, я смотрела два спектакля на выходе, как бы, да, это «Соломея», который мне в 18-м году я смотрел, который мне очень понравился. Это было прекрасное какое-то произведение искусства. И на следующий год он сделал это «Балтийское кольцо», которое мне на самом деле очень понравилось. Очень хороший спектакль был. Но он был очень сложный для массовой аудитории. Да, и «Соломея» тоже самое. Её сняли... Она из-за музыки, которая там была. Ну да, но всё равно. Это непривычный стиль. Музыка компилируется с сценой, всё это и тема, и на всю музыку оперы делать текст. Это очень сложная вещь. Но очень хорошая вещь. Я очень горжусь этим спектаклем и искаришем. Но и публика его как будто не очень-то приняла. И о чём я говорю? Понимаешь, надо как-то сбалансировать это. То, что ты делаешь, вот ты делаешь, когда к твоему театру привыкают ходить. Когда к театру привыкают ходить, это маленькая страна. Это маленькая страна, да? Это не то, что, например, Кирилл в Гогольцентре делал, или там в Шелбиене делает, или большие там... Когда миллионы есть. Да, когда миллионы, и когда знают, ну вот этот театр, он современный, он интересный, он будет опять что-то новое. Это другое. Здесь так невозможно. Тебе надо делать нормально публика, чтобы ходила, и тогда давать им какой-то взрыв. Ах, так тоже можно. Но мне это не понравилось. Хорошо. На следующий он приходит, а это мой театр. Потом какое-то время опять взрыв. Они говорят, а что они делают? Почему они это делают? Так, может быть, не задуматься, зачем они это делают? Может быть, не задуматься, понимаешь? Как я своим, когда или студентам, или ученикам, когда я прихожу, я говорю, для меня не волнуйтесь, что у вас там какая-то нет знаний про театр или про художество. Я говорю, у вас в теле три вещи, в общем-то три, три пункта у тебя в теле. Это голова, ум, это сердце, плакать или злиться, или быть в общем. И немножко ниже это секс. Если у вас эти три пункта работают в любом, в опере, в рок-концерте, в театре, значит, вы свои деньги и свое время не тратили зря. Если у вас работают два пункта, тоже хорошо. Если один, хоть немножко тоже, ну, будь там голые люди или там Мишлене, там Жижак или Питерсон в новом театре, например, это великолепно. Если ничего, вы выходите и говорите своей подруге или другу, давай пойдем выпить или что-то там, и об этом ничего не говорите, значит, ваши деньги и ваше время потрачено вот зря. Это, я думаю, что должен понять каждый вот руководитель и художественный руководитель. И вопрос, который, вот для чего вы делаете спектакль. И знаю, что всегда вот все злится, когда я спрашиваю, вот для чего вы делаете спектакль? Ну, как для чего? Ну, как для чего? Ну, все-таки ты должен думать, на чем он будет играть. И для кого? И для кого, да? И о чем ты хочешь поговорить с этими людьми? Да. Так что я думаю, что вот это, и этот театр, ну, про сезон еще. Вот я видел все спектакли в Новом Рожьем театре. И я пока не понимаю, на какую дорогу не вступили. Пока не понимаю. Слава Богу, что я видел Жижека и Питерсона. Да, это очень хвалят все, но мне сложно сейчас тут говорить на русскую аудиторию, потому что это будет сложный спектакль. Блестящая работа двух артистов. Блестящие, блестящие актеры. Да, вот они же ноты, ничего, абсолютно. То, что там они делают, это высота. Но на какую дорогу вступил новый театр? На развлекательную? Или дорогу мышления? То, что они до сих пор делали? Не знаю. Извиняюсь. Да, ну, то есть сложно говорить о том, какая стратегия сейчас у каждого театра. Мне кажется, мы сейчас находимся как раз в тот момент, когда эти стратегии определяются. Вот Кариш и Жагарс пришли в начале 20-го, но их как бы прервала деятельность два года ковида, и мы сейчас будем видеть, куда двигается театр. То же самое, можно сказать, про национальный, который пригласил Синькова сейчас как художественного руководителя. И он там в прошлой неделе рассказывал про пятилетний план, который он придумал как вот некую драматургию. Вот в кукольном театре поменялся руководитель, и мы будем смотреть, как это тоже, куда будет двигаться. Про Новый Рижский, ты сказал, который в ожидании своей еще площадки вернуться назад и думать о том уже, наверное, как там что-то делать. Ну, я думаю, что Новый Рижский просто сейчас забирает публику. Очень извиняюсь. Забирает публику, просто чтобы, входя в новый театр, у него была большая аудитория, был большой фурор и так далее, и так далее. Да, и Валмерский театр, который, в общем, ста километров от Риги на севере, но у которого какая-то невероятная традиция сохранена. Вот то, о чем всегда говорят, как сохранить традицию, не превратив ее в какую-то мертвичину. Да, вот они умеют это как-то делать. Очень сложная ситуация, что мы до Далгоповский театр. Это очень большая проблема. Ну, там вообще проблема с городом, я думаю. С городом, с аудиторией, все. И то, что иногда, вот, например, там, пытаются делать некоторые спектакли, как был, например, Орвелла, сделали, снимая шляпу, да, вот показали на телевидении тоже этот спектакль, снимая шляпу, что что-то такое происходит. Потому что просто там надо выжить. И они делают всякие спектакли, чтобы выжить, чтобы вовсе аудитория прошла. Как-то это, думаю, что сложно. Ну, вот он рассказывал мне тоже осенью про планы на этот год. Это было довольно... Ну, вернее, интервью брала, у него печатала. Но то, что, знаешь, у меня волнует, у меня волнует, что ни у кого нет вот такой, не знаю, вот как Элмор Сынков в национальном будет это развивать дальше, но ни у кого нет вот такой... Каждый борется за аудиторию пока. Вот такое ощущение. Все театры борются за аудиторию, чтобы удержать, чтобы люди пришли, чтобы деньги заработали, потому что билеты стоят, уже дорогие билеты, чтобы... Вот такое ощущение, что мы вот сейчас как-то выживаем. И то, что ты мне спрашивал насчет этих двух лет, я думаю, что лучше всего этот два года использовал Дайлас театр пока. потому что они не тратились на какие-то такие ко-проекты, но они вот вышли, например, с Мельгисом. Но они накопили какую-то подготовку. Они накопили ротко. Как бы там ни было, на этой сцене был Малкович, ну, как будто, ну, проект вот и сделал. Чтобы о этом не говорили, все-таки это было какое-то мероприятие, которое вот, ах, Малкович на это вот это дело. Понравилось, не понравилось, это другое дело. Но вот как-то вот так ощущение, что да, вот мы это время использовали для удержания актеров, денег, накопили коллектив, и сейчас мы выдаем. Посмотрим, да? Посмотрим. У меня осталось две минуты, но я все-таки хочу сказать... Две минуты? Да, все, мы должны заканчивать. Мы очень быстро. Всем кажется, о чем мы будем говорить целый час? Ты знаешь, не успеваешь ни о чем сказать, по сути. Я просто хочу сказать спасибо Дали с театру за этот вот то, о чем ты поговорил, потому что, как бы мы не воспринимали все, что происходит, это действительно огромная публика, и то, что они меняют понимание публики о том, каким может быть театр, это будет менять вообще как бы и всю латыш, весь латышский театр, потому что это огромная часть аудитории, которая доверяет Дали с театру, приходит, смотрит этот новый язык. Да, правильно, Женя, но из этого, вот тоже, как было в национальном, когда я работал, надо всем понять, что не будем делать все все. Да, нет. Вот это самое главное. Потому что сейчас похоже, что все делают какой-то маленький взрыв, где-то что-то удалось, надо повторить дальше. Ну и вот мы как-то удерживаем. Этого нет дальнего как будто мишления. Стратегии. Стратегии не хватает. Надо все-таки выбрать, по какому пути я иду. Там можно ошибиться и перевернуть что-то там, и ездить по шоссе, а потом немножко свернуть на маленькую дорожку, а потом что-то еще. Но немножко на чем я работаю, на какой театре я работаю, понимаешь? Вот это, я думаю, что очень важно. Придешь еще? Ну, приду, если пригласишь. Смотри, есть о чем разговаривать. Спасибо большое. Спасибо тебе. С наступающим. Я тоже. Хорошего тебе. Хорошего. Палдес.